Всем привет! Перед вами немного необычная для Москвы автобусная остановка, рядом с метро Сходнинская, которая располагается вот здесь, напротив торгового центра Калейдоскоп. Официально это автобус, курсирующий между метро Сходнинская и бизнес-парком Гринвуд, располагающимся в подмосковном Путилково, прямо рядом с Амкадом. Автобусы курсируют часто, особенно в будни, и хоть они и считаются для посетителей бизнес-парка, но по факту на них можно доехать в само Путилково, в единый миграционный центр и на некоторых автобусах даже в Химке. Давайте прокатимся на этом автобусе и посмотрим, в чем тут дело. Вход в автобус совершенно свободный, никто не вправе как-либо проверять, действительно ли вы едете именно в Гринвуд или не совсем. На всякие писульки про пропуска не обращайте внимания. Пропуска нужны для входа в сам бизнес-центр. Никто контролировать это на стадии поездки не может. И даже если опираться на ничем не обоснованные писульки, что это автобус только для посетителей Гринвуда, то где сказано, что вы должны там работать или иметь другое официальное отношение к бизнес-парку. Посетителем может быть любой человек, который просто хочет погулять по уличной части парка. А по улице там может ходить свободно любой желающий. И если что, это главный аргумент для своей защиты, если вдруг водитель попытался взять смелость на себя спросить пропуск, что бывает, к сожалению, довольно редко. Ибо это кошерная возможность поснимать скандал, типа с какой стати я тебе должен показывать пропуск и так далее. Поездка на самом автобусе по уровню комфорта на несколько ступеней выше, чем в автобусе Мосгортранса. Во-первых, тут нет никакой нудящей аудиоинформации с напоминаниями про оплату проезда, штрафы и прочий бред, который постоянно слышно в автобусах Мосгортранса. Во-вторых, сами модели автобусов превосходят московский транспорт. Автобусы не низкопольные. Вход по ступенькам, что автоматически дает пассажирам более удобный салон, прекрасно сбалансированный, достаточно как удобных сидений, так и стоячего пространства. Теперь по поводу самого интересного. Как ездить на этом автобусе не по его изначальному предназначению? Начнем с Химок. Химки он задевает лишь вот здесь, на этой автобусной остановке. И то не абсолютно каждый автобус останавливается здесь. По этой информации, в первую очередь, надо ориентироваться на информацию на сайте бизнес-парка. Там есть подробное расписание автобуса. В выходные редко, а в будни очень часто. И как видим, по пути от метро Сходдинская в Гринвуд остановка в Химках обязательно лишь до 17.00. А после он там уже не останавливается. Но и до 17.00 есть некоторые автобусы, которые не останавливаются в Химках. В расписании они обозначены звездочкой. Благо их очень мало. То есть уточнение. Если вам надо из Москвы в Химки, то после 17.00 можете даже не рассчитывать на этот автобус. А утром до 9.00 надо соблюдать осторожность. А вот если вам надо наоборот, из Химок в Москву или из Путилково в Химки, то можете не рассчитывать на автобусы до 10.00. И есть еще один неофициальный нюанс. Как правило, по пути из Гринвуда в Москву в Химках автобус останавливается только если кто-то из пассажиров просит остановку. Иначе он проезжает мимо. Это все значит, что ехать на этом автобусе легко до 17.00 из Москвы в Химки и после 10.00 утра из Путилково в Химки. А вот из Химок в Москву ездит сложнее всего. Далеко не каждый там останавливается по факту. Теперь по поводу миграционного центра. Как правило, автобусы заезжают на территорию бизнес-парка со стороны Гринвуд-отеля. А это значит, что вам будет нужна самая первая остановка. И вот он сразу этот миграционный центр. Всего в нескольких шагах напротив остановки Гринвуд-отель. И кому нужно туда, прекрасно могут ехать сюда на этом автобусе. Да, некоторые автобусы заезжают на территорию парка с другой стороны. И в таком случае, вам будет нужна уже не самая первая остановка. А кому нужно в само Путилково, за пределами бизнес-парка Гринвуд, то на примере автобуса, который заехал, как и большинство, со стороны отеля, вам нужно будет доехать до самой дальней остановки. Четвертой по счету. Мало кто знает про этот автобус, так как о нем в принципе мало информации. Он не отображается ни на Яндекс, ни на Гугл-картах, ибо официально не является общественным транспортом. Но, как видим, на нем можно прекрасно ездить всем желающим. Посадка возле метро Сходнинская располагается вот здесь. Пару слов для тех, кто боится ездить без пропуска в Гринвуд. Его почти никогда не спрашивают водители. За два месяца почти ежедневных катаний его спросили всего один раз. И то только потому, что была попытка поехать на автобусе из Москвы в сторону Гринвуда после восьми вечера. Типа сомнительно, что еду в ту сторону, когда все едут уже с работы обратно. Но, как уже говорил, вы не обязаны ничего доказывать водителю. Быть простым посетителем парка можно и не работая в нем официально. Гуляете ножками по территории, уже являетесь посетителем. Ну а если не хотите скандалить, то всегда есть отмазка, что едете в отель или на собеседование. Вот такой вот автобусный маршрут. Территория бизнес-парка довольно крупная. И если после выхода из автобуса пройти дальше в ту сторону, то там вы сможете свободно выйти и пойти по своим делам. А если вам надо ехать обратно в Москву, то остановки находятся напротив. И надо ехать в обратную сторону. Ну а мы пойдем посмотрим, что выход действительно свободный. КПП и пропуска обязательны только тем, кто едет на автомобилях. А пешком можно входить и выходить свободно. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и используйте этот автобус в свое удовольствие. Дальше окей, за ним торговый центр Вэйпарк. Ну и жители и гости самого Путилково тоже не тормозите, меньше катайтесь на маршрутках. У вас есть бесплатный вариант.